Музыка Вот стало доброй традицией, во-первых, каждый год в университете объявлять годом, посвященным нашим знаменитостям, профессорам, которые своей работой, своей жизненной позицией, в целом своей жизнью, они прославили не только свое имя, но и прославляли в те или иные годы исторические периоды жизни нашего университета и наш университет. Вы знаете, что в новейшей нашей истории с 2010 года, когда мы стали федеральным университетом, впервые мы провели год под девизом или под именем выдающегося нашего ректора Николая Ивановича Лобачевского. И с этого времени мы вернули в Лоно университета и премию имени Николая Ивановича Лобачевского, и золотую медаль. И этот конкурс проводим один раз в два года. При огромной поддержке наших попечителей. Прошлый год прошел под эгидой не профессора нашего университета, но почетного доктора, бывшего нашего студента, человек, которого знает сегодня весь мир, это Лев Николаевич Толстой. И во дворе университета, как вы знаете, был открыт бюст Льва Николаевича Толстого, и мы договорились ежегодно на территории Института межкультурных коммуникаций, это бывшее главное здание Педагогического института Татарского гуманитарного. Впоследствии на Татарстан-2 будет проходить конференция, посвященная Льву Николаевичу Толстому под разными названиями «Лев Толстой философ», «Лев Толстой филолог» и так далее. Но здесь все отдается на откоп институту, где в основном сконцентрирована филологический профиль подготовки специалистов и педагогические направления. Я думаю, это правильно, наверное, подключится к этой работе и наш юридический факультет, студентом которого Лев Николаевич определенное время своего студенчества был. Точно так же мы возродили вместе с Московским юридическим университетом ежегодно на площадке и нашего Казанского федерального университета мы проводим державинские чтения. Тоже все это сопровождается и с премией, и достаточно большой контингент не только ученых, но и правоведов разного уровня, и чиновников разного уровня приезжает к нам, и здесь мы открываем. И этот год не будет исключением, мы тоже откроем. И мы тогда, ну не памятник державину, открыли памятник Мусаджалилю и профинансировали спонсоры, которые приезжают на это мероприятие. В этом году мы намерены в дни открытия державинских чтений открыть часовню, которая находится вот рядом со вторым корпусом. Все, кто старшее поколение помнит, это бывшая больница, потом там у нас экологический факультет заседал, и там же будет размещена кафедра теологии нашего института. Ну, по сути, будет относиться, по-старому говорю, к факультету философии. И спасибо инициаторам, этот год юбилейный, исправили, надеюсь, Ивана Михайловича Симонова, которому сегодня исполнилось бы 225 лет. Это очень хорошая традиция, когда мы заново возвращаемся к своим истокам, к историческим разным периодам нашей жизни, и проводим эту встречу вместе и старшее поколение, и наша молодежь, которая посвятит, я думаю, свою жизнь, по крайней мере, даже если не напрямую астрономию, то изучению космических технологий и, может быть, использованию их на нашей Земле, по сути, продолжая то, чем начал заниматься Иван Михайлович. Поскольку, наверное, здесь о биографии будет рассказано и об истории возникновения астрономии, значит, в стенах нашего университета, просто хочу сказать, что одна из самых первых кафедр астрономических была организована именно на площадке Казанского императорского университета в те еще далекие годы. Иван Михайлович, как вы знаете, был единственным участником экспедиции, которую открыли, в общем-то, для всех тогда удивительную Землю, которая сегодня называется Антарктидой. И, может быть, кому-то из вас посчастливится, вот Данис Карлович мечтает пройти этот путь, может быть, кто-то из студентов тоже вместе в этой группе в этом году поучаствует в этой экспедиции. Конечно, не на таких лодках, да, и каковыми были тогда эти два парусника, по сути, да, как бы они ни назывались, суть от этого не меняется. Условия защищенности было минимальные, как эти люди там выжили, это удивительная история. Вот недавно был фильм, который показывал все это, проходы, сколько человек там погибло, но кто-то выполнял свою задачу и проводил суда по всем этим путям или траекториям, как бы сейчас сказали. Был человек, который все это очень хорошо описывал и вошел в историю как единственный ученый, который описал все это дело и дальше, заразившись этим вирусом научных исследований, значит, очень много практически использовал это здесь, на территории нашего, как сегодня говорят, от Приволжского федерального округа, определяя и высоту городов, и координаты уточняя, и так далее. Ну вот Сергей Иванович, когда мы возлагали цветы, сказал, что это первый геодезист, который использовал эти технологии. Но как бы это ни было, сегодня наша страна, к нашей радости, возвращается в большой космос, с которого она чуть не выпала, да, и я думаю, 12 июня, в июле, все-таки спутник вместе с оборудованием, которое российская и немецкая сторона установила, полетит и будет давать огромное количество информации о всех тех процессах, которые совсем недавно проходили в космосе, и то, что может быть определить, то, что будет проходить там в будущем. И тем самым как-то это все будет влиять на нашу с вами жизнь. Хотя 225 лет по космическим меркам оказывается совсем ничего, да, это даже не миг, это меньше мига, хотя для человеческой жизни это огромный период жизни. Поэтому я хочу пожелать всем нам удачи. Я думаю, этот год, он тоже всем нам запомнится, и может быть мы раз в два года, раз в три года, если не ежегодно, будем проводить вот определенные симпозиумы. Наверное, может быть, переместим только их время, поскольку это не очень удобное время для студентов и для нас всех, поскольку студенты сдали экзамены и уже разъехались большинство. А так было бы хорошо, если бы мы вместе со школьниками, с нашими студентами, Анатолий Абдулович, пока мы все живы и здоровы, проводить вот эти мероприятия. Может быть, на территории обсерватории, которые совсем вот в субботу мы объехали с президентом Академии наук Российской Федерации, значит, академиком Сергеевым, и договорились, что мы все-таки ту идею, которая у нас с вами зародилась несколько лет назад, сделать эту площадку для популяризации всего, что связано с нашей Вселенной. Я не буду говорить только об астрономии, об космической геодезии, о космических технологиях. Все, что можно, можно было бы сосредоточить так, чтобы мы говорили и об истории, и о вкладе Казанского университета в эту науку, и определяли бы будущность людей, которые должны прийти к нам учиться, и знали, чем они будут заниматься, и как будут востребованы в собственной стране. Вот с этими словами я бы хотел с удовольствием передать слово Анатолу Абдуловичу. Так, наверное, да, Альфан? Я правильно делаю? А то вдруг я чего-нибудь не то сделаю опять. Я уже даже сомневаться стал. Я думаю, вы же не могли ошибиться, когда 215 лет. Надеюсь, доклад был сделан не на 215 лет, с новыми вкраплениями. Пожалуйста, Анатолий Абдулович, приглашаю вас на эту историческую трибунку. Так, первый слайд нельзя показать? Вот я поставил первым слайдом такую фразу «Мой милостливый друг и собрат». Вот таким образом Иван Михайлович обращался к своим коллегам, друзьям в письмах, в речах своих. Я вот, следуя этой хорошей традиции, повторяю эту фразу. Передо мной стоит чрезвычайно сложная задача за 30 минут, которую мне выделили, рассказать о жизнедеятельности, о вкладе Ивана Михайловича в развитие Казанского университета. И при этом неизбежно все равно придется упоминать Лобачевского, поскольку их жизнь это, собственно, копья. Значит, оба они родились в очень бедной семье, испытывали большие трудности, оба они поступили в гимназию, в Казанскую гимназию, оба поступили в Казанский университет, более 40 лет работали в Казанском университете и создали ему славу, которую приобрел Казанский университет. И, к сожалению, конечная жизнь у них тоже была очень печальная. Что касается Николая Ивановича, то он очень заболел, практически ослеп. Что касается Ивана Михайловича, у него тоже последние годы были не очень удачны. Жена скончала, составила четырех детей и так далее, и так далее. Но мы будем говорить о этом счастливом периоде, когда оба персоны сделали большой вклад в развитие Казанского университета. Что касается Ивана Михайловича, то относительно места рождения вообще идет до сих пор дискуссия. В своей автобиографии он говорил, что он родился в Астрахани. Загозкин в своей знаменитой исторической эпопее утверждал, что он родился в городе Гороховец. Но это не столь важно. Во всяком случае, в Астрахани Иван Михайлович учился у известного Егора Ивановича Миллера. Это выпускник Лейпцигского университета, славянист. И вот Миллер заметил у Ивана Михайловича дар к словесности, к поэзии. И он порекомендовал Ивану Михайловичу поступать в Казанский университет. Но прежде чем поступить в Казанский университет, я говорил уже, и Лобачевский, и Иван Михайлович, они проучились короткое время в гимназии. Вот изображение гимназии я вам даю. Вы можете вспомнить, что это за здание. Это здание существует. И самое главное, в какие руки они попали оба. Значит, им очень повезло, что в этой гимназии работали выпускники Московского университета и особенно выдающиеся такие выпускники, как Карташевский, Запольский и Ибрагимов. Это были выдающиеся интеллигенты, знающие свое дело. И вот они дали старт вот этим двум молодым мальчишкам, обучающихся в гимназии. Потом они перешли, когда образовался в 1804 году университет, то они стали сотрудниками университета. Вот что касается Карташевского, то он привил к обоим, и Николаю, и Михаилу, привил любовь к математике. Что касается Запольского, то он привил любовь к физике и астрономии. Был кабинет астрономии в этой гимназии с очень примитивными инструментами, я потом покажу. А вот что касается Ибрагимова, кстати, Ибрагимов, предполагаемый автор известной песни, его поле Березонько стоял, если вы знаете, так? Он был савианистом, и поэтому Иван Михайлович продолжал прибивать страсть к литературному творчеству. Вот когда Иван Михайлович поступал в Казанский университет, вот студентам очень интересно знать, что когда он поступал на отделение словесности, они оба сдавали, точнее, Иван Михайлович сдавал экзамен по математике. И принимал экзамен некий Бартельс. Это очень известный человек. Ну, в науке он много не сделал, но у него был нюх на таланты. И вот Бартельс, принимая экзамен по математике, обнаружил талант математический у Симонова, и он предложил ему поступать не на отделение словесности, а на отделение физико-математическое. И я всегда говорю студентам, что вот этим шагом фактически Россия потеряла будущего поэта, но, к счастью для нас, астрономов и гидезистов, приобрела выдающегося астронома. Так, вот так писал сам Иван Михайлович в своей автобиографии. В результате того, что он пошел по пути... Так, ну, пока техника разбирается, я по памяти расскажу. Значит, после того, как Иван Михайлович поступил в Казанский университет, очень важно было, в какие руки попадет он в Казанском университете. И опять-таки ему повезло. Он попал в руки Бартельса, который рекомендовал его на физико-математическое отделение. Бартельс – это вообще удивительный человек. Он приехал в составе немецких профессоров в Казань. Но вы знаете, что немецкие профессора со временем образовали две группы. Группа рекционных профессоров и группа профессоров, которые действительно приехали создавать славу Казанскому университету. И вот Бартельс – человек, который обнаружил талант как у Лобачевского, так и у Ивана Михайловича. И по мере того, как он работал до 1815 года, он следил за этими двумя молодыми людьми, помогая им обладевать знаниями математики и физики. Бартельс – это тот человек, который открыл миру Гаусса, для студентов говорю. Гаусс – это знаменитый математик. Бартельс, когда был в Германии, он работал помощником учителя, точил карандафи для школьников, смотрел, как школьники пишут аккуратно в тетрадях. И он обратил внимание на 6-летнего мальчишки из Южной Германии, который проявил в таком возрасте талант. Это был Гаусс. И он поддерживал Гаусс, и вы знаете, в кого превратился этот выдающийся математик. Ну, продолжаю дальше. Значит, со временем, когда, проучившись под руководством Бартельса, Иван Михайлович начал заниматься наукой. И надо сказать, что за этих двух людей очень многие боролись. Бартельс и Купфер и Боннер хотели из них сделать математиков. Но тут появился Литров, заведующий кафедрой, создатель первой кафедры в России по астрономии Литров. Он боролся за Лобачевского и за Симонова, чтобы они стали астрономами. И вот и борьба шла в течение многих лет, но в итоге получилось ничья. То есть, значит, из Лобачевского получился выдающийся математик, из Симонова получился выдающийся астроном. Как Бартельс, простите, как Литров привлекал этих двух молодых людей к астрономии? Как только появилось... Так, спасибо. Вы просто говорите следующее, и будут переключаться. Да, давайте тогда. Альберт, переключайте, пожалуйста. Так, это пропускайте. Я уже об этом говорил. Дальше, дальше. Так, предыдущий слайд. Большую роль сыграл, конечно, в судьбе этих двух молодых людей Румовский. Это прогрессивный ученый. Он был попечителем. Это первый попечитель Казанского университета. Так, и он следил за этими двумя талантами и всячески способствовал. Так, способствовал тому, чтобы Лобачевского за его такое не очень хорошее поведение не исключили из университета. Я уж историю не буду говорить. Была отдельная лекция по Лобачевскому. Он также помог и Ивану Михайловичу. Потому что, когда Иван Михайлович пытался получить степень магистра, он, оказывается, не имел права получать эту. Потому что его семья принадлежала к так называемому податному сословию. Это крестьяне и мещане. И вот чтобы все-таки, несмотря на вот такую принадлежность к сословию, все-таки выручить магистра, вот Румовский предпринял большие усилия и степень магистра была получена. Так, ну что касается... Следующий слайд, пожалуйста. Что касается Литрова, об этом я уже говорил. Двигаемся дальше. Так, предыдущий слайд. Так, ну что-то так будем прыгать. Так вот, Литров в 1811 году появилась очень яркая комета. Она была видна даже днем. Это комета 1811 года. Период ее, видите, 3100 лет. Мы уже ее видим при своей жизни, не пронаблюдаем. И вот он привлек этих двух молодых людей в надежде на то, что они приобщатся в будущем к астрономии, к наблюдениям. И действительно, Лобачевский, Симонов наблюдали эту комету и опубликовали первую научную статью. Так что первая статья Лобачевского, извините, была по астрономии. Так, двигаемся дальше. Так. Сейчас, минуточку. Так, ну хорошо, двигаемся дальше. Я об этом тоже как-то сказал. И вот когда уже Лобачевский, простите, Симонов, в возрасте 22 лет стал сотрудником Казанского университета, ему было поручено заниматься астрономией, так. Он начал ездить по другим обсерваториям. Был, конечно, в Москве и был в Санкт-Петербурге. Зарекомендовал себя хорошо. И вот когда появилась у Александра Первого идея организовать экспедицию в Южную полушарие, то нужны были, конечно, ученые. И в качестве астронома был приглашен Иван Михайлович. На что Иван Михайлович, конечно, согласился. Согласился и ректор Лобачевский. И мало того, ректор взял на себя всю нагрузку астрономическую, геодезическую, которую вел Иван Михайлович. Иван Михайлович стал членом этой экспедиции. Но когда экспедиция подплыла из Кронштадта в Копенгаген, и хотели они забрать тех ученых западных, которые дали предварительные согласия, это историки, этнографы, естественные воспитатели и так далее, несколько человек. Эти друзья отказались, ну, я считаю, что они просто струсили, но не возвращаться же обратно в Кронштадт. И тогда Бенус Гаузен попросил Симонова выполнить работу вот этих ученых, которые не оказались на шлюпах. И, кстати, Иван Михайлович превосходно справился. Он выполнял и дипломатическую работу, он выполнял и работу по этнографии и так далее. Он в итоге привез чрезвычайно большое количество экспонатов, которые составили основную часть музеев тех времен. Следующий слайд, пожалуйста. Какая цель экспедиции? Ну, среди многих целей, которые были предписаны Александром Первым, открытие возможной близости Антарктического полюса, продолжить свои изыскания до отдаленной широты, какой можно достигнуть. Это чисто астрономическая задача, связанная с определением координат. Поэтому, собственно, для выполнения этой задачи был приглашен Иван Михайлович. И далее всевозможные старания и величайшие усилия для достижения, сколь можно, ближе к полюсу, отыскивая неизвестные земли. Я много говорить не буду об этой экспедиции, потому что речь идет о Иван Михайлович как об астронами, а вот в открытии Антарктида будет отдельный разговор, когда будет соответствующая дата. Но, тем не менее, все-таки избежать этого мне не удастся. Двигаемся дальше, пожалуйста. Ну вот изображение шлюпов. Ну представьте себе, длина мирного 36 метров, это половина вот этой комнаты. Ширина это вот 10 метров, это вот вся публика примерно 10 метров здесь занимает территорию. Ну и у Востока то же самое, в общем. Не грандиозные такие шлюпы, но эти шлюпы проделали такое героическое путешествие в следующий слайд. И сделало выдающееся открытие. Ну, здесь вот очень плохо видно, так, и указки нет, но неважно. Значит, это вот в проекции, это экватор, вышли из Кронстата, первые, ну, конечно, в Климуте, первая остановка, загрузили провизии там, Иван Михайлович занимался астрономическими вещами, проверил планометры и так далее. Потом в следующий пункт Южная Америка, Бразилия. И вот, значит, они описали путь. Следующий слайд, пожалуйста. Вот это изображение городов, где они посещали, посещали, конечно, не с туристическими намерениями, а для выполнения большой работы. Следующий слайд, давайте пробежим. Следующий слайд. Я боюсь, что не останется времени. Ну, вот эти маленькие шлюпы, проделав героическое путешествие, несколько раз попадали в ситуацию гибельную для всей экспедиции. Вот Берлинсгаузен пишет в одном случае. Ветер ревел, волны поднимались до высоты необыкновенной. Мы остались совершенно без парусов на произвол свирепствующей бури. Ну, одна ледина вообще планировала задавить шлюп. Но, слава богу, ветер сильно ее как-то отклонил от курса. Следующее. Простирать плавание подли краев сплошного льда, пробиваясь сквозь льды и острова, было, несомненно, гибельно. А лавировать по причине тесноты невозможно. Следующий слайд. Тем не менее, значит, несмотря на такие громадные трудности, были сделаны выдающиеся открытия. Было открыто 28 неизвестных того времени островов. Сам Симонов впервые определял координаты южного магнитного полюса. Определил положение достаточно точное по современным представлениям. Так. Каждый день с 8 до 10 и после полудня с 3 до 4 он проводил астрономические наблюдения для определения местоположения. Это вообще тяжелая работа по небесным телам, скажем там, или по солнцу, по звездам. Попытаться определить точное положение. И все координаты, которые он давал открытых островов, рифов, атоллов и так далее, они точно совпадают с современными данными. Так. Двигаемся дальше, пожалуйста. Продолжение следует, пожалуйста. Так. Ну, чтобы определить положение вот этого острова, вот, представляете, Австралия. Если взять вот направление в эту точку, вот здесь есть остров. Местное население абориген называют Тулаанной Ирой. Это остров Михайлов, честь художника, который делал очень красивые картины всего по этой части. И остров Симонова. Вот располагается. Остров небольшой, всего 2 километра шириной. Но, тем не менее, ширина километр, а длина 2 километра. Двигаемся дальше. Но, все-таки, об открытии Антарктиды я не могу сказать. Значит, здесь вот уже изображение поверхности Земли, когда мы смотрим как бы с Южного полюса. Вот Антарктида. Где-то Кронштадт вот здесь. И вот при путешествии 28 января 1820 года они столкнулись с очень интересным явлением, о котором пишут. Следующий слайд, пожалуйста. Было написано «Корабли экспедиции пересекли Южный полярный круг и 28 января достигли 69 градусов 25 минут южной широты. В туманной дымке пасмурного дня путешественник увидел ледяную стену, преградившую дальнейший путь на юг. Как записал Лазарев, моряки встретили матерый лед червячайной высоты, простирался он и далеко, как могло только достигнуть зрения. Возвращаемся к предыдущему слайду. Еще Белисгаузен немножко сомневался, открыли ли они новый материк. Поэтому они продолжили путешествие, вернулись в Сидней, исследовали острова Полинейли, вот, кстати, здесь остров Симонова. И потом Белисгаузен решил все-таки обогнуть антоптиды. И вот 21 января, уже 1821 года, следующий слайд, пожалуйста. Белисгаузен записал внизу. В 1 часов утра мы увидели берег, мыс Ановым, простирающий к северу, оканчивался высокой горою, которая отделена перешейком от других гор. Эту сушу Белисгаузен назвал берегом Александра I. Так, земля Александра I до сих пор еще недостаточно исследована. Но, вот это второе открытие уже, окончательно убедило Белисгаузена и всю экспедицию, что русская экспедиция подошла к неизвестному еще южному материку. Двигаемся дальше. Ну, очень кратко. Моряки не были дома 751 день. Исследователи 527 дней находились вообще под парусами. 122 дня их путь пролегал южнее 60-й параллели. Это намного южнее, чем сделал Кук. Так, ну, вспоминая Кук, я могу сказать, что экспедиция Белисгаузена и Лазерова очень хорошо относилась к аборигенам. Так, не было никаких случаев возникновения недоразумений. Напоминаю, что Кук погиб по своей глупости. Так, он начал войну, решил с аборигенами расправиться таким силовым порядком, и в результате погиб. Но это я немножко отклонился. Значит, команда 190 человек за эти почти что-то два года лишились только двух моряков. Как я читал, в общем, в основном по болезням. Протяженность маршрута составила 100 тысяч километров. Это 2,25 раза обогнуть по экватору Землю. Следующий слайд. Наверное, я уже с открытием Антарктиды закончу. Я и так уже много уделю этому времени. Возвратившись в Казань, Лобачевский, прекрасно понимая, что для развития астрономии нужно иметь представление о том, как делается астрономия на Западе. И он посылал несколько раз в 1923 году на Запад для ознакомления работы астрономической обсерватории. Посылал Ивана Михайловича. Потом в 1937 году Иван Михайлович добросовестно выполнял эту работу. Эта поездка была отнюдь не туристическая. Он участвовал во всевозможных заседаниях, писал книги, выступал, приобретал астрономические инструменты. В общем, это была титаническая работа. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот, показаны эти страны, города. В каждом городе указаны стрелки. Он изучал астрономическое образование, астрономические исследования, набирался опыта и прочее, прочее. Двигаемся дальше. Время идет, я боюсь, не успею. Что касается инструмента. Вот то, что получил Иван Михайлович наследство Литрова. Литров в 1816 году по состоянию здоровья покинул Казань и в качестве преемника своего рекомендовал, конечно, Симонова. И Симонов получил вот такой набор инструментов. Это фактически инструменты, которые были в той гимназии, где он учился вместе с Слобачевским. Ну, видите, не очень такие большие инструменты, поэтому перед Симоновым стояла такая грандиозная задача приобрести более современные инструменты. Вот я бегло показываю эти инструменты. Следующий слайд, который он приобрел. Я уже на значение каждого инструмента описывать не имею возможности. Следующий слайд. Таких инструментов он привез 19. Но самый главный, конечно, инструмент это инструмент рефрактор Фронгофера. Следующий слайд. Вот этот телескоп, который стоит в здании нашей обсерватории во дворе. Диаметр его не очень большой по современным представлениям. Это 23 сантиметра. Но для тех времен, начала 19 века, это был самый крупный астрономический инструмент в России. Он был установлен в здании обсерватории. Ну, со временем в Казани был пожар. Ну, я об этом ниже скажу. Двигаемся дальше. И вот, простите, Симонов, приобрел вот эти небольшие инструменты, но прекрасно понимал, что для развития астрономии надо иметь свою собственную обсерваторию. К этому, вот он так и пишет. В начале 1819 года я был очень молодым, экстраординарным профессором, но при Казанском университете не было еще обсерватории, и этот недостаток глубоко лежал у меня в сердце. Лобачевский тоже прекрасно понимал, что астрономическая обсерватория нужна. Он даже считал, что вот свою воображаемую геометрию можно доказать только астрономическими методами. И вот эти два человека предприняли грандиозные усилия по созданию обсерватории. До этого обсерватории не было. Ну, а название было, ну, вот, скажем, до Симона временно обсерваторию размещал с куполи главного здания. Вот я так и не удосужился обнаружить, где это все-таки было. В доме на Красной Пресне, где он жился. В ботаническом саду, вот сейчас я покажу эту обсерваторию, так, и даже на квартире в спижарном доме. Следующий слайд. Ну, спижарный дом, это вот сейчас находятся Нич, там и другие службы, да. Конечно, этого здания в Перекрестке не было. Художник рисовал позднее, когда уже появилось это здание. И возник вопрос о том, где обосновать обсерваторию. Для астрономов очень важен выбор места. Я уже не буду говорить о требованиях для выбора места и так далее. И было много вариантов. Была большая изыскательская работа. Следующий слайд. Значит, первый вариант. Да, вот здесь Лобачевский высказывает свои соображения о том, что его теория может быть подтверждена только астрономическими наблюдениями. Поэтому, ну, не только поэтому, конечно. Прекрасно понимал, астрономия без обсерватории не может быть. Но и попутно, значит, он хотел решить свои научные задачи. Двигаться дальше, пожалуйста. Вот первая обсерватория. Это зданица. между библиотекой и зданием обсерватории. Вот этого пристроения не было. Вот эта часть, она сейчас существует. Вы догадываетесь, что это за здание? Это здание географического общества сейчас. Кстати, не пора ли вернуть все-таки астрономам. Вот эта половинка. Это была сторожка для ботанического сада. Был превосходно ботанический сад. И вот здесь, значит, была устроена первая обсерватория Литрова. Ну, конечно, это было несерьезно для дальнейшего развития астрономии. И надо было строить новую обсерваторию. Следующий слайд. Было решено построить обсерваторию на склоне Казанки в районе парка Горького. Вот если парк пройдете, вы попадете на склон, и там превосходная видимость в северной части неба. Но что касается других частей, южной особенной и так далее, были большие деревья, мало там рядом были артиллерийские склады. Отказались от этого места. Второе место, двигаемся дальше, следующий слайд. Тоже не очень далеко. Это в районе Суворовского училища. Там был институт благородных девиц. Ну, место, в общем, не сильно отличающееся от первого. Но если у первого была опасность, это артиллерийские склады, то у второго места опасность наличия близкого института благородных девиц. Поэтому от этого места тоже отказались. Двигаемся дальше. Так, превосходное место. Я так и не нашел изображение этого дома. Это, конечно, в одном месте, тот стол, где сейчас у нас располагается здание института экономики и так далее, и так далее. Очень хорошее место. Видимость на все четыре стороны света превосходная. Ну, там стоял дом купца Поспелого, который заломил такую сумму, что университет не мог потянуть. И пришлось отказаться от этого превосходного места. И тогда было принято решение построить обсерваторию во дворе университета. Следующий слайд. Первый проект предусматривал вариант наверху. Так. Видите, никакой башни не предусматривалось. Проект очень интересный. По предложению Симонова она такая. Он круглый вид имеет обсерватория. Но, к счастью, Николай I, посетивший Казань, посетил, конечно, Казанский университет и решил посетить строящуюся обсерваторию. И когда он вышел на вот эту веранду в хорошем настроении, потому что пейзаж был очень хороший, видна Волга была, и так далее, и так далее, он спросил, а где же у вас будет телескоп? Почему нет башни? Ну, ответ был современный. Денег нет. И тогда он моментально издал указ о выделении трех тысяч рублей на припределение телескопа. И указал построить башню наподобие Дерпска. Дерпска – это Тартусская обсерватория. Она, конечно, более старшая по сравнению с нашей. Вот Тартусская обсерватория. И вот проект был такой, и современный вид от обсерватории стал таким. Но, двигаемся дальше, пожалуйста. Встала проблема, как установить обсерваторию во дворе университета. Традиционно основная линия обсерватории направлена вдоль меридиана. Возьмите в Пулковскую обсерваторию, любую другую, основная ось вдоль меридиана. Меридиан в точке расположения обсерватории проходит вот так. Поэтому, для того, чтобы выполнить это условие, обсерваторию надо было повернуть. Но тогда нарушался полный продуманный архитектурный стиль всего двора университета. И поэтому нашли выход по предложению Симонова поставить обсерваторию влияние вот этих зданий, но структуру, архитектуру продумать таким образом, чтобы исполнить желание астронов наблюдать в меридиане или в пертипендикулярном направлении, как говорят, вертикали. Следующий слайд. Вот смотрите. Вот этот спуск на профсоюзную вот вам меридиан и вообще обсерваторию вот эту ось надо было ориентировать вот так. Но тогда продумали по предложению Симонова сделать обсерваторию вот таким полукругом. Вот здесь две аудитории, но тогда это были места расположения и телескопы. Наблюдение по меридиану при необходимости наблюдения в вертикали. Несколько лет, ну сколько уже, лет 20 тому назад наша обсерватория посетила одна женщина, писавшая диссертацию по архитектурно-эстономической обсерватории. Она облазила всю нашу обсерваторию, мерила, чего-то так далее. И перед отъездом сказал, Нелли Абдулович, а вы знаете, что ваша обсерватория построена по принципу золотого сечения? Никто об этом не знал. Тогда я попытался в литературе поискать и обнаружил следующую вещь, что есть так называемая пропорция Голдковского, следует она из принципа золотого сечения, когда ширина и длина соотносятся как 1 к 13. И тогда здание выглядит очень-очень красиво. Ну вот, попытался измерить здание, длину, ширину, поделил и получил 1 к 19. То есть, сами того не зная, думая о том, чтобы здание было, выглядело превосходно, так, Каринский, Лобачевский, Симонов и другие построили здание по принципу золотого сечения. Это, в общем, довольно интересный факт. Так, давайте двигаюсь дальше. Так, сколько времени осталось, внук? 7 минут. 7 минут. Завершаю. Ну, что касается пожара в Казани 1842 года, это была, конечно, большая трагедия. Пожар возник на Подлужной, на Подлужной, потом он поднялся на Воскресенскую улицу, вот двигался вдоль университета, потом спустился на Проломную, но в настоящее время Бауна, и по остановичкино начал двигаться к обсерватории. Но в это время Симонова не было, он был в экспедиции за рубежом, но вся профессура во главе с Лобачевским отстояли университет, но не смогли отстоять полностью обсерваторию. Часть инструментов погибла, особенно сгорели многие архивные документы, поэтому ни стихов Лобачевского мы сейчас не увидим, ни стихов Симонова. Многие ценные инструменты сгорели. Ну, обсерваторию быстро восстановили, и она начала функционировать. Следующий слайд, я заканчиваю быстренько. Ну, дальнейшие всякие здесь описаны. Начиная с Эдди Юнг, это 1814 год, это считается 22 года, и кончая ректором университета в 1845 году. Так, ну, надо сказать, что Симонов к этой должности относился не очень с большим энтузиазмом. Он любил астрономию, он любил наблюдать. И вот в своем письме следующий слайд Василию Струвы, директору Пулковской обсерватории, он писал вот таким образом. Он уже был ректором, но он писал, что касается меня, я занимаюсь совсем другими делами, немало меня неинтересующими и совершенно не отличающими моими словами. Мне остается ничему более, как наблюдать славные традиции Пулковской идеи и восхищаться ими. Следующий слайд, бегло. перечислять труды и вклад в науку я не буду, мне осталось меньше пяти минут. Следующий слайд, продолжение. Следующий слайд тоже давайте, я об ординах говорить не буду, но вот некоторые научные моменты я здесь отметил. Занимаясь вопросами земного магнетизма, он установил наличие периодичности изменения магнитных склонений, это для гидезистов очень важно. Симонов разработал оригинальный метод определения местного времени по измерениям высот небесных светил. Им был также изобретен новый астрономический инструмент отражатель инклинатора. Симонов был также превосходным наблюдателем, им были произведены многочисленные наблюдения звездных скоплений, в частности Плеяд. В 1946 году была открыта планета Нептун и Симонов, а потом последующий сотрудник кафедры Ковальский, они наблюдали Нептун, Ковальский рассчитал орбиту Нептуна и так далее. В 1922 году Симонов впервые пришел к выводу о существовании астероидов. Вот эту идею приписывает Арага, которую высказал в 1839 году, а на самом деле это в трудах Симонова было уже отмечено. И я считаю, что одним из таких выдающихся вкладов в педагогический процесс это впервые в России Симону был издан русский учебник по астрономии под знаменованием руководство комозрительной астрономии. Следующий слайд. Ну, то, что избрали всевозможные научные общества, начиная с Парижского и кончая другими императорскими и зарубежными обществами и так далее. Я перечислять не буду, время меня поджимает. Следующий слайд. В признании выдающихся заслуг Симонова царь Николай I, вы помните, Симонов был из податного сословия, а это низшие сословия. В результате своей могучей деятельности, большого вклада в науку в России, Николай I присвоил звание дворянина, это считается высший титул. И для этого звания был предложен герб, вот очень любопытный герб. Значит, смотрите, во-первых, разделение на две части, голубая и сероватая. Вот эти четыре звезды символизируют южный крест, есть такое созвездие южно-полушарие, мы из Казани никогда не увидим его, это символизирует астрономическое увлечение Симонова. Серая область, это отражает интересы астрономии в геодезе, в практической астрономии и так далее. И мало того, якорь указывает на принадлежность Симонова к этому выдающему открытию. Так, Эта звезда отражает символ астрономии и вот этот герб является гербом дворянского звания Ивана Михайловича Симонова. Пожалуй, последние слайды. Это слайд, когда было открытие этого памятника. Следующий слайд, там мы все были. И заканчиваю, пожалуй, следующий слайд. Наследием Симонова. Ну, это, конечно, люди. Так, здесь небольшой штат сотрудников, аксакалов и молодых ребят. Ну, конечно, наследие, это наши ученики. Следующий слайд. Вот, пожалуйста, это наследие Симонова и Лобачевского, 175 лет кафедры. Видите, со всего мира съехались наши выпускники. Следующий слайд. Ну, и заканчиваю следующий слайд. Читаем стихотворение. Дух просится вперед, жизнь требует движения. Мысль в отдаленные уносится места, и только в будущем мы ищем наслаждение, и настоящее проходит, как мечта. Жизнь наша, как река, светла, чиста, прозрачна, когда стремлением своим путем идем, а без того она мутна, скучна и мрачна, как в озере вода без стока зацветет. Куда стремимся мы в желаниях беспрестанных, чтоб дни за днями шли, сменялись и часы, не к жизни будущей в селениях пространных, назначенных творцом бессмертия души. Этих стихотворения написал несостоявшийся поэт Иван Михайлович Симонов. Я еще раз подтверждаю, в России потеряла хорошего поэта, видимо, но, к счастью, астронома приобрела превосходную астроному. Я рассказал на некую историческую такую, рассказал о конве исторической. Конечно же, наследием Симонова являются вот ребята, которые здесь сидят, о научных достижениях, я думаю, более толково расскажет Ильфан Докмайев. Если вопросы есть, ради Бога. студенты всегда могут меня поймать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ХИЛИЙ СВИСТМЕНТЫ ? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КИНОС ЭТОМ